Доброго времени суток YouTube, уважаемые контрагенты, как действующие, так и потенциальные. И сегодняшнее видео я хотел бы посвятить нашим рассылочным письмам, как это все происходит, откуда все это берется, и, соответственно, снять некоторые острые моменты, пояснить их, чтобы не было никаких вопросов. Смысл в том, что Ростехнадзор является контролирующей организацией для массы-массы предприятий в обеспечении безопасности деятельности этих предприятий. Существует официальный сайт Ростехнадзора, и вот здесь вот на него в нашем рассылочном письме есть ссылка. Если вы получаете от нас такое письмо, вы, соответственно, можете кликнуть на эту ссылку, зайти на сайт Ростехнадзора, и в соответствующем разделе увидеть списки, увидеть таблицы Excel, они очень большие, на этом сайте они размещены, и вы можете их скачать по конкретным Ростехнадзорам, Центральному, Уральскому, Западно-Сибирскому, Донскому и так далее. Всего их 6 межтерриториальных и 23 территориальных. И, соответственно, в этих списках увидеть, в открытом доступе они находятся, повторюсь еще раз на этом сайте, и увидеть сроки проведения контроля Ростехнадзора над вашим предприятием. Соответственно, мы эти списки в интернете видим, видим какое-то конкретное предприятие, организацию, условно говоря, рога и копыта, которая имеет в своей структуре какие-то опасные виды работ, какие-то ионизирующие источники излучений и так далее. Соответственно, эти списки мы берем с официального сайта Ростехнадзора, они в открытом доступе, буду повторяться много и много раз по этому поводу. И, соответственно, видим, что конкретное предприятие должно быть подвергнуто контролю в такие-то сроки. Как правило, там указан месяц. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. На весь год эти списки составлены в каждом Ростехнадзоре, они на официальном сайте присутствуют. Соответственно, мы нашему потенциальному контрагенту отправляем вот такое письмо. Оно, прежде всего, имеет констатирующий характер. То есть, допустим, такое-то предприятие с такими-то радиационными источниками является подконтрольной организацией Ростехнадзора. Констатация факта. В открытом доступе получили информацию, что конкретное предприятие является подконтрольным предприятием Ростехнадзора. Констатируем факт. Является подконтрольной организацией Ростехнадзора. Далее мы поясняем, что существует так называемый административный регламент Ростехнадзора номер 721 от 21.12.2011 года. В этом регламенте, в четко конкретном указанном пункте, а именно пункте 35.6.4, есть такие вот слова. Владелец разрешения должен периодически проходить медицинские освидетельствования, осмотры, давайте я так вот выделю, осмотры и, обращу ваше внимание, и психофизиологические обследования с предоставлением оригинала справки из лаборатории психологического обеспечения в Ростехнадзор. Вот я полностью выделю этот текст. Другими словами, если раньше было вполне достаточно того, что Ростехнадзор требовал только медицинских справок, то есть медицинского освидетельствования, то сейчас четко прописана мысль о том, что необходимо обследование проходить не только в медицинских организациях и получать медицинскую справку, но и проходить психофизиологические обследования с предоставлением оригинала справки из лаборатории психофизиологического обследования в Ростехнадзор. Вторая констатация факта. Первая констатация, повторюсь, предприятие, о котором мы узнаем, мы берем информацию с официального сайта Ростехнадзора и, соответственно, делаем рассылку исключительно в том случае, если предприятие в этом списке, в этом перечне присутствует. С потолка, с неба мы ниоткуда информацию не берем. И, соответственно, четко понимаем, что этому предприятию необходимо пройти не только медицинские освидетельствования, но и психофизиологические обследования. Вторая констатация факта. Значит, далее идет наше, подчеркну, коммерческое предложение. Мы являемся юридическим лицом, научно-практическим центром. Мы 14 лет занимаемся этими вопросами. Вопросами обеспечения культуры безопасности человеческого фактора, в котором, вот в понятии этого человеческого фактора, обеспечения безопасности, включена мысль о том, что необходимо проходить психофизиологические обследования. Психофизиологические обследования проводятся в отношении работников потенциально опасных производств один раз в год. Это прописано в приказе номер 532. Он совместный приказ между Минатомом и Минздравом Российской Федерации. И к нему есть приложение, методические указания за номером 233. Вот в этих методических указаниях указаны четкие сроки. Там так прописано, интересно, сначала написано словами один раз в год, а в скобочках между один и раз в год написана цифра один. То есть каждый работник потенциально опасного производства один раз в год должен проходить психофизиологические обследования. Культура безопасности человеческого фактора, да? И соответственно в рамках конкретного приказа номер 532 на основании административного регламента 721 мы оформляем эти самые справки. Обследование, которое мы предлагаем в качестве услуги является дистанционным. Это очень удобно. В этом видео я открою вам небольшой секрет. На данный момент в России пройти такого рода психофизиологическое обследование любое предприятие может в 12 лабораториях психофизиологического обеспечения. Первая лаборатория это Институт имени Бурнозянов и МБА РФ в городе Москве. Стоимость такого обследования составляет ровно 50 тысяч рублей на сегодняшний день. А сегодня у нас 08.02.2017 года. Если вы хотите обследовать своих работников в Бурнозяно, пожалуйста, 50 тысяч рублей один работник. Стоимость нашего обследования об этом я скажу немножко ниже. Итак, дистанционные психофизиологические обследования работников персонала мы осуществляем и проводим. Мы не отрываем никого от производства. У вас нет затрат на командировочные расходы, на проживание этих людей. Никуда ехать не надо. Мы проводим эти обследования дистанционно. Ну и закончу мысль по поводу, собственно, организаций, которые могут предоставить вам такие обследования. Как я уже сказал, их 12. То есть это Институт имени Бурнозянов в городе Москва. Мы и еще существует 10 подобных лабораторий психофизиологического обеспечения на каждой из 10 атомных станций Российской Федерации. Всего их 10. 11 строится. Соответственно, на каждой атомной станции есть такие лаборатории. Они получили аттестацию, эти лаборатории. Они их получили или же в Институте имени Бурнозяна, или же в Обнинском научно-исследовательском центре прогноз. Город Обнинск. Это методологический центр. Вы все о нем знаете. Возможно, неоднократно были там где-то в командировках и так далее. То есть или мы от Обнинска получаем, а мы получили эту аттестацию от Обнинской, или от Бурнозяна. Соответственно, мы полностью правомощны проводить такие обследования. И проходят они у нас дистанционно, через интернет. Соответственно, на основании обследований мы что получаем? Мы получаем результаты психофизиологических обследований. Формируем на основании этих результатов заключения по каждому человеку. И, соответственно, оформляем разрешительную справку ПФО по форме приказа Минздрава Российской Федерации номер 34С. Давайте вот так я ее выделю. Это официальная справка, которую требует Ростехнадзор при прохождении лицензирования. То есть, как я уже сказал, работник предоставляет, организация на работника предоставляет Ростехнадзор медицинскую справку. И справку по форме 34С. Это исключительно психофизиологическая справка. Соответственно, получив такую справку от нас, организация оформляет на работника полный пакет документов. Работник проходит какое-то обучение, проходит медицинскую комиссию, проходит наши психофизиологические обследования. На него формируется очень большой пакет документов. Ну, так, в сантиметр толщины, как правило. И, соответственно, вот эти документы, этот пакет документов, уже поставляется, отправляется предприятиям на каждого работника в контролирующий орган Ростехнадзора. Это может быть межтерриториальный, это может быть территориальный орган Ростехнадзора. И, соответственно, на основании этих документов предприятию оформляются разрешительные, индивидуальные разрешения на каждого конкретного работника. И в целом предприятие получает лицензию. Стоимость нашего обследования, в отличие от Москвы, от Бурназиана, составляет 16200 рублей. Бурназиана это 550 тысяч на данный момент. У нас это составляет 16200. То же самое, один в один. Четко определенные методики, их количество, процедуры обследования. Ничем мы от Бурназиана абсолютно не отличаемся. Соответственно, говорить о том, что что-то, что-то, как-то мы не основательны в своей работе, получив все необходимые лицензии и патенты от Обнинской и так далее, от Роспотребнадзора, от Ростехнадзора, мы проводим такие обследования. Соответственно, при необходимости и потребности, я подчеркну этот момент, мы ничего не просим, мы ничего не требуем, мы никого не контролируем. Мы предлагаем услугу. Услугу по получению разрешений Ростехнадзора на каждого конкретного работника. Если у вас есть такая потребность, и мы звоним, отправляем вот это письмо, потом перезваниваем в конкретную организацию и спрашиваем, задаем простой и естественный вопрос. Требуется? Не требуется? Если не требуется по каким-то причинам, ради Бога. Если требуется, здесь есть контактная информация, вы можете с нами связаться, отправить нам карточку предприятия, в ответ вы получите оформленный должным образом договор, техника коммерческое предложение ТКП от нас. Мы определяемся с количеством необходимых вам обследований по работникам и соответственно, формируем для вас специализированное психофизиологическое программное обеспечение, к которому ваши работники получают доступ, они проходят это обследование и мы соответственно работаем по озвученной уже мною теме. То есть получаем результаты, формируем заключение на основании этих результатов и на основании заключения ПФО оформляем заключительную справку по форме приказа 34С. Мы задаем вопрос своими звонками, просьба, вот вчера буквально моя заведующая звонит мне и говорит, Виктор Николаевич, с претензиями звонят, говорят о том, что значит ругаются, не понимают откуда, задают какие-то вопросы неадекватные, почему вы нас контролируете и так далее. Мы никого не контролируем. Мы получаем информацию с сайта Ростехнадзора и соответственно отправляем предприятиям, которым контролирует Ростехнадзор, вот данные наши рассылочные письма с предложением об услуге. Надо, не надо, требуется, не требуется, не требуется, замечательно, по какой причине не требуется, даже этого вопроса мы не задаем. В 90% случаев предприятия нарушают закон. Они отходят от этого мероприятия, важного и нужного по обеспечению безопасности, деятельности конкретного человека, человеческого фактора на их предприятии. Они отходят обследовании врачей и психиатров. Надо четко понимать, я неоднократно уже говорил об этом, писал в письмах многим нашим контрагентам, психиатрия и психофизиология. Это как небо и земля. Это разные цели, задачи, методы обследования. Психиатрия это наблюдение, стационирование на протяжении двух месяцев, еще что-то. У нас метод эксперимента, все с точностью до последней запятой, до десятых чисел после запятой. Мы занимаемся диагностикой удаленно. Это позволяет нам делать сам метод, сам подход, метод эксперимента. Подобно тому, как допустим у вас берут анализ крови и определяют в этой капельке крови, сколько там электроцитов, сколько ретроцитов и так далее. Подобным образом поступаем и мы. Если угодно, это одно из обследований, на основании которого в дальнейшем комиссия врачей и психиатров, если таковые вдруг возникнут, такая потребность, или вообще медицинская комиссия, медицинское учреждение, которое обслуживает нашего контрагента, уже делает свои какие-то выводы. То есть дает допуск, недопуск, допуск, недопуск мы не оформляем. Мы говорим о наличии или отсутствии противопоказаний. Справка 34С. Так вот она выглядит. Она, обратите внимание, это официальная справка по приказу 34С. Официальная справка, которую мы оформляем. Она оценивает функциональное состояние, психологический уровень адаптации. Соответственно, на основании полученных цифровых данных, графиков, расчетов и так далее, и так далее, и так далее, четко проработаны, разработаны нормативы вот по этим самым показателям. И в конечном итоге справка 34С, которую мы оформляем, делает вывод о том, что выявлены или же не выявлены какие-либо психологические противопоказания у человека. Эта справка поставляется в медицинское учреждение, которое обслуживает контрагента. И уже комиссия врачей и психиатров уже комиссия врачей и психиатров оформляет на ее основе справку по приказу 302Н. Вот так вот она выглядит. Обратите внимание, здесь очень хорошая фраза. Заключение комиссии по результатам медицинского свидетельствования и данным психологического обследования противопоказаний к работе в должности указывается должность. Нет, есть. Оформляется медицинской комиссией. Две справки. Справка 34С – это наша справка. Пожалуйста, получите ее на любой атомной станции или же в Бурназиано в Москве, или же у нас. И, соответственно, на основании этой справки уже оформляется справка по форме приказа 302Н. Вот в этом самом перечне как раз медицинских противопоказаний указан 233, обратите внимание, указан срок пересвидетельствования. Один раз в год проходит работник психологической обследования. Получает вот такую вот самую справку. Давайте вернемся к нашему письму. Долгое видео получается, но просто вот у меня вчера заведующая пришла, говорит, Виктор Николаевич, ну вообще проблема, люди как будто читать не умеют. Я вот уже как бы эмоционально начинаю говорить, об этом. Подчеркну еще раз, мы ничего не просим, ничего тем более не требуем. Мы предлагаем услугу. Требуется, не требуется. Если не требуется, некоторые нам поясняют, как она, почему не требуется, по каким причинам не требуется. Но в большинстве случаев, в 90% случаев, я не побоюсь этого слова сказать. Люди нарушают закон. Они уходят от требований Ростехнадзора любыми путями, любыми средствами. Это является нарушением закона. Четко регламент 721, четко две формы справки, справка ФПФО, медицинская справка и общий пакет документов на работников Ростехнадзора. Ростехнадзор проверяет. Некоторые предприятия, люди знающие, грамотные, Ростехнадзор задает вопрос, когда принимает документы, а где у вас эти справки? Ну, начинаются различные роды отговорки, отписки, что вот врача-психиатра они у нас прошли, чем вроде еще надо. Врач-психиатр и психофизиолог, это как небо и земля, я не знаю, как летчик и трубочист. Совершенно не связаны друг с другом две вещи. Цели, задачи, методики, методы обследования совершенно разные. В конце концов, когда у вас что-то там с сердцем, у вас смотрит кардиолог сердца, если у вас что-то там с поджелудочным, какими проблемами гастроэнтерологическими, соответственно, смотрит другой специалист. Они никак не пересекаются. Отчасти они все связаны одним, единственным словом, человек, человеческий организм. И у нас то же самое. С гневом нам звонят и сообщают о том, что почему вы такие вот нам письма присылаете. В чем проблема? Контролирует вас Ростехнадзор? Контролирует. Регламент есть? Есть. Пункт в нем есть. Вот он. 35.6.4. О необходимости проведения психологических обследований. Есть этот пункт. Справка, форма справки определена. Минздравом РФ определена. Справка формы определена. Минздравом РФ определена. Раз в год вас контролирует Ростехнадзор. Стоимость 50.016.200 рублей. Собственно, вот о чем я хотел вам сегодня рассказать и показать. Прошу вас, господа, если кто-то из вас задается вопросом, что, как и почему происходит у нас между нами и вами с лабораторией психологического обеспечения, мы 11 лет работали на крупном предприятии, обеспечивали его безопасность на Урале. Сейчас мы это делаем благодаря полученным патентам, новым программным обеспечениям, позволяющим проводить такие обследования дистанционно. Мы, соответственно, сейчас работаем на всю Россию. И это благо для предприятий, которые понимают, где-то можно сэкономить, не ездить в Москву, пройти обследование без отрыва от рабочего места, то есть работник не уезжает никуда. Когда работник здесь и сейчас работает 2,5 часа, и это еще много, 2 часа он тратит на то, чтобы пройти это обследование, и вы получаете от нас полный пакет документов для один из составляющих пакета документов на работника для получения им разрешительных документов и, соответственно, лицензирования предприятия должным образом. То, чем занимается Ростехнадзор. Можно еще много об этом говорить, о безопасности деятельности, о том, чем это вызвано. Вы сами прекрасно знаете, сами живете в России, все прекрасно понимаете, почему у нас самолеты падают, поезда сходят с рельс, взрывы случаются на производствах, пожары и так далее. Наша кредо, наше понимание этого вопроса, кадры решают все. Эта фраза с бородой, она никуда от нас не делась, еще со времен коммунистических. Кадры решают все. Все зависит от человека. И, соответственно, наша деятельность направлена прежде всего в альтруистическую сторону, то есть в понимании того, что все-таки надо людей контролировать, заниматься их социальным, психологическим, психофизиологическим состоянием, чтобы не допускать каких-либо проблем в дальнейшем с этими работниками, с подчиненными, с руководителями и так далее, и так далее, и так далее. Вот на этом, пожалуй, все. Если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, вы можете мне написать под этим видео, можете задать мне любые вопросы на электронные адреса, указанные в нашей рассылке. Вот здесь вот они, lpfo.org, lpfo.pro. Или же позвонить мне по телефону. Директор Бороздин Виктор Николаевич. Мой телефон, телефон моей заведующей и офисные специалисты-психофизиологи у нас находятся. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!